Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на городском телеканале ЮТВ, где наши корреспонденты рассказывают о самых важных событиях дня, а эксперты дают им оценку. Меня зовут Алексей Чернов, сегодня в выпуске. Оренбургскую область отметили в числе лидеров по вакцинации населения от коронавируса, однако сами жители области заявляют о долгом ожидании, в свою очередь, на прививку. Многодетным семьям выделили землю под строительство без коммуникации. Прокуратура подала в суд на чиновников администрации. В Оренбурге продолжат устанавливать пешеходные ограждения. В этом году на них потратят 11,5 млн. рублей. Об этих и других новостях далее в выпуске. Региональный УФАС приостановила торги на аренду 17 гектаров земли под строительство 20 микрорайона. Причиной такого решения стала жалоба строительной организации компании Discovery на нарушение закона о защите конкуренции. В жалобе отмечается, что администрация отдала большой земельный участок под застройку одной строительной организации. Как отмечает руководство компании Discovery, логичнее было бы поделить 17 гектаров и отдать разным организациям. Жалобу рассмотрят 27 января. Отметим, что торги должны были состояться 29 января. Однако пока аукцион приостановлен. Ранее один из оренбургских застройщиков пожаловался в прокуратуру на аукцион по аренде участка, посчитав, что документация составлена с неточностями. А теперь информация о коронавирусе. За сутки в регионе скончалось 4 пациента ковид-центров. Общее же число летальных исходов выросло до 457. Только в январе из жизни ушли 114 пациентов с ковид-19. За сутки в регионе подтвердили 169 новых случаев заболевания. Вместе с этим выписались с выздоровлением 165 пациентов. Более тысячи человек проходят лечение в стационарах. 261 пациент в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко включил Оренбургскую область в список субъектов, наиболее успешно справляющихся с вакцинацией. Однако не все записавшиеся оренбуржцы успели привиться. Подробности в материале Александра Коцуна. Вакцинация от коронавируса стартовала по всей России 18 января. За это время в нашем регионе успели привиться более 11 тысяч человек. Записалось на получение прививки еще больше людей. Однако пока вакцинироваться удалось не всем. Например, Георгий Житинский ожидает своей очереди уже больше недели. Меня направили в мою поликлинику. Собственно, там я и записался в регистратуре. В пятницу прошлой недели мне позвонили и сказали, что просто элементарно не хватило вакцины на всех желающих. И, соответственно, на этой неделе, в среду, ожидается поступление большой партии вакцины. И, возможно, меня провакцинируют уже на этой неделе. Хотите записаться на вакцинацию? Да. А можно сначала узнать, сколько придется ждать очереди? В течение недели вам перезвонят в больницу. Для уточнения информации вакцины сейчас рассосует. Должна скоро поступить. Позвонила я, пообщалась с милой девушкой, которая мне рассказала, что вот мы записываем. Я придала ей свои данные, фамилии, имя, номер телефона. И сказала, что в течение суток мне перезвонят. Через полтора дня мне никто не перезвонил. Я, опять же, связалась с оператором, 122. Она мне объяснила, что вот ваша фамилия в принципе нет в списке. То есть то, что меня раньше записывала девушка, у меня не было там. Ольге Ахмадулиной на данный момент не удалось попасть на вакцинацию. Врачи отказали ей, объясняя это наличием противопоказания – аллергии. Хотя, по утверждениям корреспондента, обострений у нее не было. Отметим, министр здравоохранения России Михаил Мурашко похвалил регионы, в которых прививочная кампания проходит на высоком уровне. Хотел бы отметить ряд регионов, которые наиболее хорошо организовали мероприятия по вакцинации. Это Красноярский, Пермский край, Белгородская область, Волгоградская, Калининград, Кировская область, Курганская область, Оренбургская и ряд других. Отметим, ожидают в своей очереди на вакцинацию около 11 тысяч жителей Оренбуржья. Точная дата поступления новой партии «Спутник Ви» остается неизвестной. Поэтому желающим привиться от коронавируса остается только ждать. Напомню, записаться на вакцинацию от коронавируса можно по телефону 122. Александр Кацун, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. 490 многодетных семей, получивших землю в поселке Пруды, уже 4 года не могут добиться от местных властей проведения водопровода. Некоторые семьи уже построили дома, однако перспектива подключения воды остается туманной. 26 января проблему обсудили на заседании Горсовета. Развинется ли ситуация с мертвой точки, разбиралась Валерия Шарова. На данный момент эта площадь должна была уже стать густонаселенным многодетным районом. Однако сейчас здесь только построено 15 домов. Некоторые семьи возвели фундамент. Жители начали строительство с расчетом на то, что к 2017 году, как и обещали представители власти, сюда проведут электроэнергию и газ, а к 2020 году появится питьевая вода. Однако на январь 2021 года следующая картина. Жители уже построенных домов провели электроэнергию самостоятельно, и цена доходила до 15 тысяч рублей. Газа и воды по-прежнему нет. Выделять участки по льготной программе, согласно федеральному законодательству, должны были сразу с коммуникациями. Жители пытались самостоятельно решить проблему и пробурить собственные скважины. Но из глубины в 70 метров удается получить соленую воду, подходящую только для технических целей. Мы проживаем в собственной квартире, купленной в ипотеку, а строимся по мере возможности. Соответственно, школа, сады и сам поселок нас полностью устраивал. Дальше строится у нас как бы воды нет. Внутренняя отделка подразумевает большое количество воды на штукатурку, на шпаклевку, на заливание полов и всего прочего. Мы в среднем посчитали, на один дом надо 22-25 кубов воды, чтобы просто возвести стены, не говоря уже об отделке. Ну вот пока строим, привозим с поселка. В минувшие выходные с многодетными семьями встретились прокурор Оренбурга, генеральный директор водоканала, депутаты Оренбургского городского совета. Жители считают, что на них наконец-то обратили внимание только после видеообращения к президенту и СМИ. Несмотря на то, что участки находятся в 100 метрах от села Пруды, администрация города нам отвечает, денег нет. А без воды кому нужна эта земля? Пообещал генеральный директор водоканала, что данная существующая сеть, которая идет в поселок, запасы у него на 30% есть. Две улицы, как он сказал, могут подключить к существующим сетям. Основная трасса, которая идет до поселка, она весь поселок не потянет. Ближайший источник воды находится в двух километрах. В Горсовете же считают, что для данного района необходима своя система водоснабжения. По разным оценкам, на создание проекта необходимо около 3 миллионов рублей. В бюджете эти деньги не предусмотрены. А без проекта невозможно начать строительство, в котором уже обещало оказать помощь правительство. Эту проблему и обсудили в Горсовете 26 января. Мы будем изыскивать средства для того, чтобы выполнить качественную проектную документацию. Покажет нам стоимость этих работ. И далее мы будем обращаться, соответственно, под все возможные программы, в первую очередь областные, по выделению средств на реализацию строительства. Разработка документации занимает от 4 до 6 месяцев. На создание водопроводной сети, по различным данным, может понадобиться от 30 до 50 миллионов рублей. Отвечает за годы ожидания городской администрации. Там нам пояснили, что на протяжении нескольких лет сотрудники подавали заявки на получение финансирования для строительства коммуникаций из федерального бюджета. Но источники так и не найдены. Управлением строительства и дорожного хозяйства подготовлена смета для осуществления проектно-изыскательских работ в каждом поселке. Общая сумма затрат составит порядка 16 миллионов рублей. Так как в бюджете города Оренбурга не заложены средства на данную статью расходов, администрация города выступит с ходатайством к депутатам Оренбургского городского совета о перераспределении денежных средств. Отметим, дело заинтересовалась и прокуратура. В отношении сотрудников администрации материалы проверки направлены в суд, который рассмотрят в порядке 144 статьи Уголовно-процессуального кодекса. В суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на органы местного самоправления обеспечить земельные участки, предоставленные многодетным семьям в селе Пруды, газоснабжением, электроснабжением и водоснабжением в течение одного года после вступления решения суда в законную силу. Почему многодетные семьи в рамках федеральной программы оказались в такой ситуации, в Горсовете предполагают, что причиной может быть частая смена кадрового состава мэрии. Отметим, льготная программа по предоставлению земельных участков многодетным оренбургским семьям действует с 2012 года. За это время площадь для строительства получили полторы тысячи семей в поселках Берды, Самородово, Краснохолм, Карагала, Пруды и других. Валерия Шарова, Павел Чекмарев, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ. Получение участков по льготной программе для многих семей – выход из решения жилищного вопроса. Однако у правительства не всегда хватает средств на реализацию такой меры поддержки. Так считает председатель организации многодетных родителей «Семейный очаг». Подробнее в рубрике «Экспертное мнение». Неоднократно обращались в органы власти, это были и городские, и муниципальные, и в область обращались с вопросом о том, что земля выдается, но коммуникации на ней нет. И эти обращения всегда как бы сводились к тому, что нет финансирования. Ну, где-то в 2018 году это компенсация, да, деньги стали давать. Конечно, этот вариант, мне кажется, лучший. То есть иметь хоть что-то, синица в руках, чем журавля в небе, иметь участок и ничего на нем не построить. Хорошо, ребят, но если нет этих денег, вы же понимали, вы давно знаете об этом, что надо, три года уже вы знаете об этом. Почему за эти три года, например, со стороны администрации не прозвучало, ну, ни одной, скажем, вот в прессе, да, даже, там, у них очень много сейчас социальных сетей, все ведут каналы, нигде не прозвучало. Ребят, вот у нас есть проблема, мы не можем это решить, мы там расписываемся в своем бессилии, но мы ждем помощи, например, от областной администрации, возможно, они нам помогут найти эти деньги. Не прозвучало? Нет. Они полностью замолчали. Журналист телеканала Ориен ТВ Анастасия Шахмач считает, что обеспечить земли коммуникации мешает большое количество документации. По ее мнению, решиться этот вопрос мог намного быстрее, если бы правительство активно попросило помощи у инвесторов или федералов. Прозрачности вот нет точно, вот, например, что на этот участок им вот надо, там, 36 миллионов называлось, да, на проекты, все проведение, 36 миллионов. Таких денег нет в бюджете. Если бы было государственное частное партнерство, наверное, это было бы хорошим способом решения таких проблем, но пока вот на территории Оренбургской области, я, честно говоря, даже не припомню какой-то успешный проект, когда вот такое взаимовыгодное сотрудничество было, потому что так или иначе потом начинается перетягивание одеял, или там начинают они делить деньги, в общем, кто-то больше сделал, кто-то меньше. Люди уже устали просто на эту тему разговаривать, они устали ждать, они перестали верить в то, что эта земля когда-то будет полноценной, не просто участок земли. Получить землю и построиться – это очень дорогое удовольствие. Не каждая многодетная семья может это иметь и может это сделать. В Оренбурге на ограждения в этом году потратят 11,5 миллионов рублей. Заборы появятся на отремонтированных в прошлом году улицах. Что об этих ограждениях думает министр архитектуры Оренбургской области и нужны ли они горожанам, расскажем в сюжете. Пешеходные ограждения в Оренбурге продолжают появляться. Заборы установят на отремонтированных в 2020 году улицах. Аксакова, Туркестанской, Комсомольской, Салмышской и других. Ранее мэр города Владимир Ильиных заявлял о планах обсудить с ГИБДД необходимость подобных конструкций. Против озаборивания высказывалась и Наталья Ибрагимова. По ее мнению, в решении этой проблемы может помочь стратегия развития исторического центра. Если наше пешеходное пространство позволяет от дороги выделить участок земли в метр и сделать там газон, посадить дерево или живую изгородь, то тогда мы можем не ставить металлическое ограждение. Город и центр особенно, он со сложившейся структурой планировочной. Изменить ширину автомобильной дороги сложно, и поэтому пешеходная часть остается маленькой. И метр сделать на газон, отвезти оттуда, бывает проблематично. Напомним, ранее в администрации сообщали, что ограждение ставят согласно предписаниям ГИБДД. Без этого невозможно закрыть программу безопасной и качественной автомобильной дороги. По данным эксперта ОНФ Ирины Мургуновой, заборы необходимы для того, чтобы пешеходы не выходили на проезжую часть. Ограждения могут представлять опасность для людей, так как при ДТП осколки конструкции попадают в человека. Однако необходимость заборов обусловлена ГОСТами. У СДХ и у главы города есть понимание, что лучше, конечно, высадить растения. Или, допустим, в центральной части города устанавливать не те кресты, которые установлены у нас уже везде, а применять более какие-то эстетически подходящие ограждения. Замена пешеходным ограждением живая изгородь не выше 80 сантиметров сплошной посадкой. Однако не на всех улицах города пешеходное пространство позволяет это сделать. По словам Андрея Чередниченко, нужно найти золотую середину между эстетикой и безопасностью. Подходить более как-то архитектурно, как какие-то кованые элементы. Благо в центре сохранились еще примеры дореволюционных заборов, которые можно использовать именно как основу. Если смогут хотя бы заложить процентов 10-5 от стоимости основного производства на хотя бы изменение внешнего вида заборов, то это будет большой, так сказать, задел. Сейчас такое время, что где-то налить может быть все что угодно. Нашему народу надо всегда какой-то, знаете, указатель дополнительный. Забор-то вообще что есть, что нет. Едут на машинах, там видят, что тут тротуар, забор, тротуар. Необходимый. А почему? Для безопасности. Я по тротуарам хожу. Бывают много аварий, когда вылетают даже через забор, и это, мне кажется, обязательно нужно. По мнению министра архитектуры Оренбургской области, приоритет пешеходного и велодвижения позволит полностью отказаться от ограждений. Буфером будет являться техполоса для велосипедов, бордюр или парковка. Наталья Ибрагимова заявила, что пока уйти от металлических ограждений не получится, так как на данный момент порядок благоустройства города только начинает меняться. Аукцион на установку пешеходных ограждений пройдет 2 февраля. Тогда будет выбран подрядчик. На эти цели с бюджета выделено 11,5 миллионов рублей. Анастасия Клесова, Ванесса Петерс, Павел Чекмарев, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ. Спасательная служба 112 заработала во всей области. Ранее по этому номеру телефона могли дозвониться только жители Оренбурга и Оренбургского района. Теперь же она доступна для всех жителей области, даже без сим-карты. Система 112 начала свою работу в нашем регионе еще в 2018 году. Теперь помимо жителей Оренбурга и Оренбургского района, услугой могут воспользоваться люди из любой точки региона. Как сообщили в региональном МЧС, время ожидания ответа оператора составляет от 3 до 5 секунд. Мы должны принять правильно вызов, грамотно, быстро, за определенное количество времени собрать всю информацию, которая важна для дальнейшей передачи в службы и отправить этот вызов в службу. В основном сложности это в том, что когда заявители звонят и не могут сказать о своего точного местонахождения. Уясняем, что случилось и какие службы ему необходимо направить. Если это несколько служб, то сразу автоматически мы оставляем все службы. Всего на введение в работу в нашем регионе службы 112 потратили 230 миллионов рублей. За сутки ее диспетчеры обрабатывают около 2000 вызовов. Сначала ввода в эксплуатацию обработано более 800 тысяч вызовов. Отметим, дозвониться по номеру 112 можно даже при нулевом балансе или отсутствии сим-карты. Александр Кацун, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ. В Оренбурге заканчивает работу новогодний парк на площади имени Ленина. В этом году бюджет объекта был больше, чем в предыдущем, почти в 20 раз. Оценили ли такой масштаб оренбуржцы? Расскажем в сюжете. Новогодний парк на площади имени Ленина заработал в Оренбурге 25 декабря. Изначально предполагалось, что он будет украшать площадь до середины января. Однако Владимир Ильиных принял решение продлить работу городка до конца месяца. Оренбуржцы такой новостью остались довольны. Нам очень нравится зимний городок, удовольны, и всей семьей здесь гуляем с удовольствием каждый день. В этом году действительно получилось создать сказку для горожан. Мне нравится здесь гулять, кататься на горке. Очень здорово вообще, что так придумали, столько всего сделали. Мы на катке в прошлый раз катались, особенно вечером. Очень нравится, очень ярко, симпатично. В этом году площадь Ленина стала основным местом притяжения горожан в период новогодних праздников. Тут установили ледовый городок, горку, ярмарку еды, световые инсталляции и главную елку высотой 25 метров. Изменения коснулись не только дизайна, но и бюджета новогоднего оформления. Финансирование увеличили почти в 20 раз. Общую сумму составляет, которую мы потратили непосредственно для площади Ленина около 44 миллионов. Эти средства в основном направлялись на приобретение. Все, что есть на площади Ленина, это имущество города. На горке около 40 тысяч человек уже покатались. На ледовом корте 7,5 тысяч, то есть только в прокате. То есть те, которые взяли непосредственно в прокате коньки. Таких серьезных затрат некоторые горожане не оценили. Многие в социальных сетях заметили неразумность размаха в период пандемии, когда горожан призывали оставаться дома. У нас есть и другие какие-то проблемы, в том числе в областном центре. Наверное, можно было бы сделать не то чтобы поскромнее. Часть из этих 58 миллионов рублей, наверное, можно было бы потратить, я не знаю, на много всего в нашем городе. Как минимум на обустройство, да, либо на приведение в порядок вот этих вот исторических зданий, которые стоят полуразрушенными, да. И, пожалуйста, забот у нас в городе много. Если это бюджетные расходы, то, конечно, они совершенно не оправданы. Я не понимаю, куда такие деньги, собственно, улетели. Если же это предприятие и спонсорские средства, то как мы здесь можем запретить, если бизнес хочет сделать подарок городу, да хоть там 200 миллионов. Но это же его дело, это бизнес, я всегда рад. Допустим, сквер возле Дома Совета, где формировался ледовый городок. Его делал полностью «Газпром». Главные вот эти елки большие, все красивые наши, тоже за счет предприятий крупных, в том числе и государственных. В целом оренбургцы и гости города остались довольны новогодним убранством. В мэрии отметили, что постараются держать планку и в следующем году. Однако заверили, что таких финансовых вложений уже не потребуется. Ведь закупленные материалы останутся в собственности города и в дальнейшем будут использоваться для проведения городских мероприятий. Также Дмитрий Бес упомянул, что после демонтажа новогодних конструкций площадь останется пешеходной. Анастасия Нитужилова, Артем Букреев, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей. Смотрите на нашем сайте ЮТВ.ру. Если у вас возникли вопросы или вы хотите поделиться своими новостями, звоните по номеру телефона 430045. С вами был Алексей Чернов. Оставайтесь на ЮТВ.